МОРТАЛ КОМБАТ Но сначала хорошие новости для тех, кто любит хорошо поесть, но не хочет морочиться с готовкой. На помощь придет Михайлик Китчен. Доставляют вкусную готовую домашнюю еду по Москве, Питеру и Нижнему Новгороду. И да, она реально вкусная. У нас уже вся редакция оценила. Порции душевные, а цены очень даже скромные. Набор из четырех блюд на день обойдется рублей в 400-500. Получается дешевле, чем готовить самому. Есть и мясо, и рыба, и супы, и салат. Десерты, само собой, на любой вкус. Меню, кстати, регулярно обновляется. Еду можно заказать в прок. Герметичная упаковка гарантирует ее сохранность в течение пяти суток. Но если стараетесь похудеть к лету, берите готовый комплект с подсчитанным количеством калорий. Найти вкусную еду по вкусной цене поможет ссылка в описании. С промокодом NAV при заказе от 3000 рублей получите ужин в подарок. Поки с креветками, греческую мусаку и компот. Assassin's Creed Mirage, судя по всему, действительно выйдет в августе. Инсайдеры пророчили это и ранее. Но на прошлой неделе данная версия получила фактическое подтверждение. Автором утечки стал один из сотрудников сети игровых магазинов GameStop. Он разместил на Reddit фотографию рабочего компьютера. На его экран был выведен график релизов, которым пользуются работники компании. Правда, как легко заметить, точная дата там не указана. Только месяц. Что касается официального анонса, то он наверняка состоится на июньской презентации Юбиков. Тем временем нашлись мошенники, которые решили подзаработать на фанатах серий. На прошлой неделе Assassin's Creed Mirage внезапно появился в Steam. Причем его даже можно было купить и скачать. Но по факту речь шла всего лишь о фальшивке. Один из ютуберов даже не поленился раскошелиться, дабы проверить, а что же скрывается за этим миражом. Как оказалось, абсолютно ничего. Valve эту лавочку оперативно прикрыла, но осадочек все равно остался. Спросите, как вообще злоумышленники смогли разместить подобный фейк? Ответ прост. Чтобы выложить в Steam игру, инди-разработчику достаточно заплатить за это всего 100 долларов. Логично предположить, что подобное творчество должно хоть как-то проверяться администрацией магазина. Но, видимо, перед нами тот случай, когда ожидание в очередной раз в корне разошлось с реальностью. Однажды лед на севере растает, поля станут океаном, и мы уплывем отсюда. Почему вы плаваете на лужайке? Microsoft начала блокировать российские учетные записи Xbox. Причем не все подряд, а вроде как только те, которые были привязаны к приставкам, завезенным из других стран. Если вас такое коснулось, то знайте, что проблему эту можно решить путем смены настроек ДНС. Сами мелкомягкие тем временем усиленно пытаются разгрести последствия кошмарного релиза Redfall. А это, между прочим, не абы какая игра, а самый настоящий эксклюзив от студии Arcade. Ругают его не только за плохую оптимизацию, но вообще за все подряд. Неудивительно, что онлайн в Steam в день запуска едва перевалил запланку в 6000 человек. Это, кстати, в 3-4 раза меньше, чем у других игр Arcade. Например, у Prey или Dishonor. Глава Xbox Фил Спенсер уже поспешил заверить, что Redfall они не бросят. Более того, будут всячески пытаться вытащить его из той трясины проблем, в которой он увяз. Но в целом Фил был на удивление пессимистичен. Он фактически признал, что Microsoft потерпела поражение в консольных войнах. По его словам, если когда и был шанс забороть Sony и Nintendo, так это во времена прошлого консольного поколения. А сейчас пить боржоми уже поздно. И никакие, даже супер-успешные эксклюзивы эту ситуацию не изменят. Чему мы научились, Паунер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Студия Manfish анонсировала первое дополнение для Atomic Heart. Сопроводил же эту новость трейлер, выполненный в лучших традициях минимализма. То есть, за исключением пары кадров из новой локации, нам так ничего и не показали. Да и прочие подробности, прямо скажем, в дефиците. Все описание этого DLC вообще можно свести к одной фразе. На предприятии 3826 есть еще много мест, куда не ступала нога майора Нечаева. Ну, кто бы сомневался. Выйти дополнение должно этим летом. Точной даты релиза пока, увы, нет. Как бы еще покуролесить? Переходим к новостям от инсайдеров. И снова в центре внимания 12-й Mortal Kombat. Прошла информация, что дебютный трейлер долгожданного файтинга покажут уже на этой неделе. Более того, в сети даже появилось описание данного видео. Пересказывать не буду, потому как спойлер. Как говорят, выйти игра должна 10 октября этого года. Что до показа геймплея, то его стоит ждать на презентации Sony. Напомню, она должна пройти либо в конце этого месяца, либо в начале следующего. Будем ждать. Сдавай. Бывший главный сценарист Биоваров Дэвид Гайдер обвинил руководство студии в наплевательском отношении ко всему писательскому цеху. Но так было не всегда. Раньше компания, наоборот, ценила тех, кто мог придумать хорошую историю. Но со временем расклады поменялись. И проработанные сюжеты фактически были приравнены начальством к ненужной писанине, которую не грех было бы и сократить, чтобы ускорить процесс разработки. Дэвид ушел от Биоваров еще в 2016 году. И что-то мне подсказывает, что с тех пор ситуация лучше не стала. Научная фантастика предсказывала, что человек будущего будет более цивилизованным и более разумным. Но со временем стало ясно, что процесс начал двигаться в обратную сторону. В сторону отупения. А теперь о действительно хороших современных играх. Требование к качеству графики в них постоянно растет. А значит, растет и спрос на тех, кто способен такую красоту создать. В том числе и на 3D-художников. Может показаться, что работа у них запредельно сложная. Но специалисты из онлайн-школы Новая Скул уверены, что освоить эту науку сможет каждый. Ими был разработан бесплатный курс, на котором любого желающего обучат азам 3D-графики. Его продолжительность 4 часа. Причем заниматься можно в удобное для вас время. Научат полигональному моделированию, работе со светом и другим премудростям. Освоите и специальную программу Blender. Она, кстати, бесплатная. По итогу вы даже создадите собственную модель оружия. Если поймете, что эта работа вам по душе, сможете продолжить обучение. Чтобы записаться на бесплатный курс, надо лишь оставить заявку по ссылке в описании. Microsoft рассказала о своих планах на июньскую презентацию. Как выяснилось, покажут нам не только Starfield. Первый блок отдадут на растерзание другим играм для бокса. Трансляция начнется 11 июня в 20.00 по Москве. А уже после окончания этого ивента стартует так называемый Starfield Direct. Вот он-то будет целиком и полностью посвящен новой RPG от Bethesda. Кроме того, 13 июня мелкомягкие проведут расширенный показ достижений игрового хозяйства. Видимо, для тех, чей новостной голод не будет полностью утолен 11 числа. А теперь плохие новости от компании Intel. По итогам первого квартала она отчиталась о рекордных убытках. 2,8 миллиарда долларов. Причиной стало падение продаж. В результате чего выручка просела аж на 36%. Объяснение этому феномену придумали крайне простое. Нежелание людей платить за дорогие процессы. Но при нынешнем подходе крупных студий к оптимизации своих игр, тут не то что процессоры. Видеокарты скоро покупать перестанут. Если FPS и так на нуле, зачем платить больше? Именно. Авторы Jedi Survivor рассыпались в извинения. Мол, мы знаем, что ситуация с версией для ПК очень даже не очень. И мы, конечно, постараемся все поправить. Но есть нюанс. Оперативно решить проблему не получится. Разработчики просто-напросто не видят способа, с помощью которого можно было бы все быстро починить. Дескать, конфигураций ПК сейчас такое множество. И они настолько разные, что разобраться в этой каше непросто. Но, конечно, обещают, что будут стараться изо всех сил. Дескать, верьте в нас. И да пребудет с вами успокоительнее. Ну и под конец немного дичи. Как вы думаете, что может быть общего между амарами и видеокартами? Правильный ответ — ничего. И некие контрабандисты примерно так и решили, когда спрятали около 70 видеокарт в грузе живых амар. Затем они попытались перевести все это добро из Гонконга на материковый Китай. Однако бдительные таможенники контрабанду все-таки нашли. Самое интересное заключалось в том, что видеокарты оказались редкостным старьем. Это были модели NVIDIA, которые выпускали еще в 2014 году. Стоит такое добро сейчас примерно 150 баксов за штуку. Вот и спрашивается, чего ради старались-то? Ну вот и все на сегодня. Обязательно загляните к нам на Бусти. Новый выпуск хороших игр уже залит. Расскажу про джедайские игры здорового человека. То есть про серию Jedi Knight. Ссылка будет в описании. Навещайте нашу теплую ламповую группу ВКонтакте. И, само собой, катайтесь на телеге. Ну а я увижусь с вами на следующей неделе. До встречи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова